Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Любой полиэтилен, это полимер, состоящий из звеньев этилена открывающая круглая скобка С2А4, молекулярная масса 28D. Впервые его синтезировали еще в 1936 году, при высокой температуре и давлении получив цепи массой от 20 000 до 500 000, с длинными ответвлениями. Такой полиэтилен высокого давления ПВД, до сих пор остается самым распространенным, хотя, используя специальные катализаторы, получают и линейный ПВД с более короткими боковыми цепями. А с 1954 года полимер производит при довольно умеренных условиях полиэтилен низкого давления с массой от 80 000 до 800 000 отличается повышенной прочностью и температурой размягчения. Наконец, применяя комплексные металлоорганические катализаторы, синтезирует сверхвысокомолекулярный полиэтилен, СВМП, массой уже в миллионы дальтон. Цепочки СВМП так длинны и запутаны, что в расплавленном состоянии полимер будет очень вязким, отдаленно напоминая резину. Его обработка требует особых методов, зато позволяет получать продукты исключительных свойств. Это как нитки в клубке, короткие легко выдернуть, не порвав, а длинные спутываются и друг с другом, и сами с собой, растащить их намного сложнее. То же и с полиэтиленом, чем длиннее молекулярные цепи, тем больше будет между ними, зацеплений. Эти физические шивки делают СВМП химически инертным и биосовместимым, что позволяет применять его в медицинских протезах. Низкий коэффициент трения с равним стефлоном, и износостойкими СВМП покрытиями можно улучшить работу подшипников. Если же ориентировать цепочки СВМП в каком-нибудь общем направлении, такой полимер станет невероятно прочным, единичное волокно диаметром тоньше человеческого волоса, 20-60 микрометров, выдержит нагрузку около 1 кг. В пересчете на единицу массы прочность канатов, изготовленных из волокон СВМП, будет гораздо выше, чем у стальных. При этом плотность материала останется меньше, чем у воды, такие тросы не тонут и не размокают.